Трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана, России и Армении, которые должны состояться в Сочи. Моя коллега Эльмира Мусазаде отслеживает повестку, она находится в Сочи, она с нами сейчас на прямой связи. Эльмира, здравствуй. Ранее ты, когда подключалась, рассказывала, что должна состояться встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Николы Пушиняна. Состоялась ли она? Да, действительно, встреча состоялась. Буквально пару минут назад подъехал кортедж премьер-министра Армении. Встреча задержалась на буквально полтора часа. Пока что неизвестно, о чем точно будут говорить российские и армянские лидеры, но в целом повестка трехсторонних встреч уже известна. В первую очередь, конечно, лидеры собрались в этот довольно пасмурный день в Сочи для того, чтобы обсудить, безусловно, подписание трехстороннего соглашения и, возможно, мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Действительно, буквально два месяца назад, в последний день лета, Азербайджан при посредничестве Европейского Союза проводил уже такие трехсторонние, Азербайджан и Армении проводили трехсторонние встречи. И тогда, действительно, обсуждения велись касательно возможности подписания такого соглашения. Инициативу в данной ситуации перехватила российская сторона. Вот в преддверии этой встречи, действительно, обсуждалась в том числе и нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, а также, безусловно, интенсификация сотрудничества между Арменией и странами Запада. Диплом России это может не беспокоить. Отношения между Западом и Россией мало, когда в истории были настолько плохи, напряжены. И при этом вот можно отметить, сейчас мы демонстрируем кадры того, как премьер-министр Армении беседует с Владимиром Путиным. Но вот можно отметить, что буквально пару дней назад Армению посещал с визитом Дойоглар, спецпредставитель по Южному Кавказу. Но также на НТПЛОСе спикер Палаты представителей Конгресса США также находилась с визитом в Ереване. Она посещала в том числе и памятник так называемому геноциду, где высказалась о поддержке, которую США готовы высказать Армении. Но вот, к слову говоря, эта поддержка уже вызывает много вопросов, потому что понятно, что в основном такие популистские и однобокие заявления сделаются на фоне каких-то неочередных, либо же запланированных выборов, которые, к слову говоря, в скором времени должны состояться в том числе и в Соединенных Штатах, так же, как и, к примеру, во Франции. Эммануэль Макрон, президент Франции, высказался также в поддержку Армении, сделал ряд деконструктивных заявлений. И отметил, что Франция готова всегда поддерживать Ереван во всех вопросах. Ну, к слову говоря, у экспертов это уже вызывает множество сомнений, такое явное голословное заявление Макрона, потому что, опять же, здесь, как многие отмечают, президент Франции играет в первую очередь на внутреннюю аудиторию, на внутреннюю публику. И таким образом Макрон пытается неким образом заигрывать с огромной армянской диаспорой, которая проживает во Франции. Ну и вот нужно учитывать все-таки неудавшийся опыт миротворческих сил Франции в Мали, а также довольно провальную политику по Алжиру. И вот можно вспомнить даже недавний визит президента Франции в Алжир, где его буквально освистали. И народное отношение к Франции при президентстве именно Макрона стало гораздо хуже, чем оно было до него. Продолжая эту тему, действительно можно отметить, что на предыдущей четырехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении, Франции и председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в первую очередь было подтверждено то, что мирное соглашение может быть подписано на основе тех принципов, которые Азербайджан выдвинул Армении. Это, я напомню, в том числе и делимитация и демаркация границы, разглокировка транспортных артерий, отказ от взаимно-территориальных притязаний, признание территориальной целостности двух государств. И этими принципами наравне с Францией согласилась и Армения, об этом также говорил и премьер-министр Армении Николай Кушинян, о том, что в этих принципах нет ничего, что Армения не могла бы принять и на что она не могла бы пойти. Безусловно, оппозиция пытается как-то подогреть внутреннюю ситуацию в Армении, однако у нее это плохо получается. Оппозиция там довольно слабая и альтернативы Николу Кушиняну пока что в Армении действительно найти трудно. Но что действительно запомнилось, что врезалась память, что после четырехсторонней встречи и до нее премьер-министр Армении Никол Кушинян буквально не отходил от президента Франции Эммануэля Макрона, что-то яростно нашептывал ему на ухо, Эммануэль Макрон активно соглашался с премьер-министром Армении и вот после чего сделал такое деконструктивное заявление. Помимо этого я бы хотела еще отметить, что директор ЦРУ США Вильям Джорнс также не так давно находился с визитом в Армении и можно сказать, что это такой беспрецедентный случай за последние годы в Армении, которая является страной АДКБ и более того председательство АДКБ. Действительно присутствие главы ЦРУ вызывает определенный вопрос, особенно на фоне того, что Армения согласилась как раз после четырехсторонней встречи в Праге, согласилась развестить на своей территории гражданскую миссию Европейского Союза. Она будет действовать в течение двух ближайших месяцев. Азербайджан, к слову говоря, не являясь страной-участником АДКБ, на такое соглашение разрешение не давала. Однако Армения все-таки разместила такую миссию и при этом, как нам отмечали наши эксперты, которые периодически подключаются к Аферам СБС, ранее Армения не соглашалась на то, чтобы похожая миссия АДКБ находилась на территории Армении. И вот, к слову говоря, в субботу премьер-министр Армении Никол Кушинян, выступая на съезде правящей партии, отметил, что такое решение было принято им в связи с тем, что АДКБ не соответствует ожиданиям, которые Армения на нее возлагает. Ну вот, действительно, можно вспомнить, что Ереван часто пытается сделать АДКБ одной из сторон этого конфликта, сейчас пытается вовлечь в ситуацию между Азербайджаном и Арменией, на что АДКБ, и, в частности, вот об этом тоже говорил и белорусский лидер Александр Лукашенко, АДКБ на такую авантюру не пойдет, и боевые действия осени 2020 года в Карабахе, это не входит в зону влияния ОДКБ, потому что Карабах – это суверенная территория Азербайджана. Ну вот, после встречи с премьер-министром Армении ожидается также двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с азербайджанским лидером Альфаном Малеевым. Будем следить за ходом событий, потому что после пройдет уже трехсторонняя встреча, и будем ждать итогового взаимодействия. Спасибо, Эльмира. Я напомню последними новостями из Сочи. С нами была моя коллега Эльмира Мусазаде. Напомню, что в Сочи ожидается трехсторонняя переговора лидеров Азербайджана, Армении и России. Продолжение следует...